Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Показатели развития, как реализуются майские указы в республике, обсудили на коллегии трех министерств. Ура! Каникулы! Как будут отдыхать школьники столицы? Искусство под другим углом. В республике прошла международная акция «Ночь в музее». Индекс промышленного производства в январе-апреле 2017 года составил 98,5%. Ситуацию в экономике республики, а также ход ремонта дорог и предстоящий единый государственный экзамен обсудили сегодня на еженедельном совещании при главе Чувашии. Основная тенденция развития экономики Чувашии в начале 2017 года – рост инвестиций, объем ввода жилья, внешнеторгового оборота и зарплат. Еще один тренд – переход на производство более интеллектуальной и дорогостоящей продукции, что позволило увеличить объем отгруженной продукции. Возникали сложности у малых предприятий из-за проблем с заключением контрактов в начале года. Но уже спустя пару месяцев ситуация нормализовалась, и количество договоров к маю увеличилось по сравнению с 2016 годом. Сегодня о росте промышленного производства заявили предприятия по итогам полугодия. Это электромеханический завод, Тезвай, ЛАР, Техмаршводный, Чувашкабель и ряд других компаний. Хороший динамик у нас показал производство химических веществ и химических продуктов. Все предприятия сработали положительно, темпы роста 22%. Замедление производства отмечено на предприятиях электрической и оптической промышленности, а также в сельском хозяйстве. Аграрный сектор в прошлом году испытывал влияние внешних факторов, истребление поголовья из-за африканской чумы свиней, а также замедление производства на Акашевской птицефабрике и фактически простой на Чувашском бройлере. В этом году ситуация на предприятиях выправляется. Министерство экономического развития заявляет, что ситуация под контролем, и к середине года индекс промпроизводства во всех отраслях должен вырасти. Третий квартал покажет нам еще лучшие показатели. Сегодня есть технологические циклы, когда сначала происходит загрузка предприятий, там контрактация их происходит, потом мы закупаем сырье и материалы, и это все происходит в первом квартале. Текущий год он еще обзнавлялся, почему там, ну, безусловно, каждый год происходит. Текущий год обзнавлялся переходом на новую номенклатуру изделий, мы зашли на новые рынки, в связи с этим еще задержка произошла. Плюс тендерные поставки, тендерные закупки прошли немножко позже в этом году, чем в позапрошлых годах. Поэтому, черт говорю, это все компенсируется, вот эти все основания, они компенсируются уже по итогам полугодий, там, июль, август, сентябрь, мы увидим достаточно хорошие показатели. В том числе, я думаю, что и по сельскому хозяйству тоже. Еще один вопрос повестки дня. Текущее состояние автомобильных дорог. В этом году размер дорожного фонда более 5 миллиардов рублей. Сейчас освоено более 350 миллионов, и на 2,5 миллиарда уже заключены контракты. На 2 объявлены тендеры. Отремонтировано 120 тысяч квадратных метров дорог федерального, республиканского и местного значения. Надо сказать, что федеральная дорожная сеть на территории Чувашской республики содержится в хорошем состоянии. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2017-2019 годах заключены 6 государственных контрактов. Сейчас ведется ремонт дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Федеральные средства будут выделены на ремонт 110 объектов. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что участвовать в таких проектах должны только проверенные и надежные поставщики. Ремонтация должна быть готовлена качественно, совместно с органами местного самоуправления. Все от этого зависит. Чтобы там фирмы одневки не влезали, надо условия закладывать по компетенциям, по квалификационным требованиям, чтобы отдельным желающим, которые хотят участвовать, а потом будут суподряд искать и так далее, другие организации будут искать, чтобы не смогли они пролез. Иначе, даже по тем объектам, где мы сейчас говорим, 5 миллиардов 103 миллиона рублей на дружную хозяйство в этом году, это каждый рубль должен быть направлен эффективно, по целевому назначению, и с учетом качества выполняемых работ. В этом году экзамены в 9-х классах начнутся 26 мая. У выпускников 11-х классов, 29-го. В обязательном порядке они сдают русский, математику, остальные по выбору. Из-за нововведения этого года контрольно-измерительные материалы будут печататься сразу в аудиториях, и экзаменационные работы будут сканироваться в пункте проведения экзамена. Галина Титарчук, Татьяна Молокова, Расиль Мухаметов, Республика. Буквально через полторы недели в нашу жизнь войдет лето, замечательная пора отпусков и школьных каникул. Вопрос, где отдохнуть детям, решается взрослыми заранее. В столичном управлении образования вариантов предлагают много. В этом году при школах города Чебоксара откроются лагеря и профильные смены. Отдохнуть в них смогут 7500 ребят. Еще почти 6000 проведут летний отдых в загородных лагерях. Стартует летняя оздоровительная кампания 1 июня. На базе 13 образовательных организаций планируется открыть коммерческие профильные смены продолжительностью 10-11 дней. С 30 мая по 9 июня почти тысячи старшеклассников примет участие в военных учебных сборах. Во всех муниципальных лагерях созданы условия для безопасного пребывания детей в период летней кампании. Подписаны договоры с охранными предприятиями, договоры с страховыми компаниями. Установлены камеры видеонаблюдения, программно-аппаратные комплексы системы ЛОНТО, стрелец-мониторинг. Организация питания в муниципальных лагерях передана на аутсорсинг Кулинар Плюс и НК Плюс. Сформированы вожатские отряды, прошедшие обучение по программе школы вожатского мастерства. В течение лета в столице будут проводиться живые уроки. В рамках проекта дети познакомятся с историей города, его достопримечательностями. Воочию видят, как работают предприятия города. Посетят творческие мастер-классы, квест-игры. Для них будут организованы образовательные курсы «Летний квант Никулы» на базе детского технопарка. А добираться до места отдыха жители смогут по обновленным дорогам. В Чебаксарах начался масштабный дорожно-ремонтный сезон. Приводить в порядок городские дороги будут четыре специализированные организации. Общая протяженность дорог в городе Чебаксар за исключением внутриквартальных проездов частного сектора составляет 211,6 километров. Из них в нормативном состоянии находится только 65 километров. Это около 30%. Всего в программе проекта безопасной качественной дороги на территории города будет отремонтировано 29 километров проезжей части на 27 участках дороги. Также в этом году будет выполнено уширение пяти перекрестков и шести остановок общественного транспорта. На эти цели выделяется 750 миллионов рублей. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика. Регионы продолжают исполнять майские указы президента страны. Они касаются в том числе уровня заработной платы бюджетников. Как Республика достигает индикативных показателей, обсуждали сегодня в Доме правительства. Предварительные итоги реализации поручения Владимира Путина подвели на расширенном заседании коллегии сразу трех министерств. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Майские указы Владимир Путин подписал пять лет назад, по сути, задав планку региональным властям. Как исполняются поручения президента, недавно обсуждали члены Госсовета страны, а сегодня о проделанной работе отчитались руководители социального блока правительства Чувашия. Совместная коллегия объединила вместе представителей медицины, образования и спорта. В майских указах прописано немало задач. Одна из них – повышение заработной платы. Представители социальной сферы за последние годы стали получать больше. И это очевидный факт, отметил глава региона. Мы ежегодно увеличивали динамики заработной платы работников бюджетной сферы от среднего размера, средней по экономике, от трудовой деятельности. По прошлому году средняя зарплата по сравнению с 2015 годом выросла номинальным выражением на 3,6% по сравнению с 2011 годом в 1,9 раза. У кого-то больше, у кого-то меньше. По врачам у нас по январь-марк месяц получился 32 933, а средние медработники – 19 318, младший медперсонал – 14 395. Мы все показатели по дорожной карте это целевые вещи по мне. Руководители ведомств отмечают, за последние 5 лет было решено немало проблем. В сфере медицины удалось выстроить эффективную систему оказания помощи, продолжается реализация программы реконструкции ФАПов, открываются новые поликлиники. Главный итог этой работы – снижение уровня смертности в республике. Смертность снизилась от всех основных причин. Достигнуты практически все основные целевые значения – показатель смертности, которые значительно ниже средней по России и по ФО. Пощутимый результат дало значительное снижение числа ДТП с человеческими жертвами на 35%. По данным Минспорта, в регионе увеличивается и количество поклонников активного образа жизни. Спортивные секции у молодых людей пользуются спросом. Если в 2012 году жители Чувашии, постоянно занимающиеся физической культурой и спортом, составляли 30,7%, то по итогам 2016 года их число составляет 40,7%. И это один из лучших показателей в стране. Министр образования республики отметил и другой существенный итог реализации указов. В регионе сократились очереди в детские сады. Задача на ближайшую перспективу обеспечения детей старше полутора лет местами в детских садах. Конечно, это непросто сделать. В очереди почти 30 тысяч детей. И практически половина из них – это дети от полутора до трех лет. В регионе делают акценты на развитие системы подготовки одаренных детей. Выстроена система интеллектуальных творческих конкурсов. Наиболее популярным мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно в ней принимает участие более 70% школьников. Строительство школ и детских садов продолжится для республики – это приоритетная задача. На реализацию майских указов из бюджета было выделено порядка 30 миллиардов. Михаил Игнатьев отметил, что поручение президента страны необходимо выполнять без боев. Проверки контрольно-счетной палаты показали – правительство с этой работой справляется. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Глава Чубаксара Ирина Клементьева подозревается в совершении преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Версия следствия в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь генеральным директором ОАО страховая компания «Чувашия Мет» со стопроцентной долей ввести в его уставном капитале муниципального образования город Чубаксара Чувашской республики, неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом возглавляемой организации. В ходе первоначально проведенных активных следственных действий следователями уже проведено 15 обысков, а также ряд выемок страховой компании, в ходе которых изъяты интересующие следствия документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности как страховой компании, так и другой фирмы, которая фигурирует в материалах уголовного дела. Решается вопросом назначения необходимых судебных, оценочных и других экспертиз. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджета ущерба, а также по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В Краснодаре подвели итоги пятого национального чемпионата WorldSkills. 1300 участников соревновались в 109 компетенциях. Токари, кондитеры, IT-специалисты, плиточники, сантехники, победители отборочных соревнований. Сборную Чувашии представляли 6 человек. Три призовых места и три награды за высшее мастерство, таков медальный улов нашей республики. Серебряная награда в поварском деле у Анжелики Углевой, бронзовая в электронике у Виктора Никитчука. Золото в печном деле у Ивана Тиманова. Эту компетенцию пока еще не включили в официальные соревнования. Свой профессионализм участники подтвердили в кондитерском деле, облицовке плиткой и в выпечке хлеба. В общем зачете Чувашия заняла 26 место из 51 в тройке лучших Москва, Татарстан и Краснодарский край. Напомним, победители национального этапа попадут в состав сборной и смогут представлять Россию на международных соревнованиях. Раз в год лучшие музеи мира открывают свои двери для самых пытливых посетителей. Россия не исключение. Международная акция «Ночь музеев» в нашей стране проходит уже в 11 раз. Музеи республики тоже не остались в стороне. Новочебоксарский историко-художественный музей подготовил увлекательное путешествие для детей и взрослых. Детям особенно пришлось по вкусу знакомство с техникой алмазной живописи и оригами. Для взрослых музейщики подготовили уникальную выставку, в которой воссоздали быт наших предков. Интересную этнографическую экспозицию привезли соседи, сотрудники музея из Мариэл. У марийского народа есть несколько видов таких инструментов. Это называется пуч, по-русски труба. Данная труба называется праздничная. Праздничная труба применяется, когда зазывается народ на праздник, приглашаются гости. Интерес к истории, к культуре, к своим корням с годами не исчезает. Для нашего города очень характерно участие в различных проектах. Здесь столько любознательной молодежи. Вот тот наплыв, который вы видите, до 22 часов, конечно же, он будет. А в Чувашском национальном музее, помимо традиционных выставок, посетителей ожидала квест-игра от мира четырех стихий – огня, воды, земли и воздуха. Для любителей творить собственными руками провели мастер-классы по изготовлению цветов и свистулек из глины. Кульминацией праздника просвещения стало дефиле эко-мода. Костюмы создавали из подручного материала. Масштабная акция «Ночь в музее» с каждым годом привлекает все больше людей. А это значит, что музейным экспонатам не грозит забвение. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Андрей Шоклев, Республика. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Геморрой. Часто над ним шутят. Но если серьезно, по статистике, разная его форма встречается у 70% населения. Для кого-то препятствием может стать полврача. В медике вы можете выбирать, к кому пойти – к проктологу-мужчине или женщине. В последнее время замечаю какой-то дискомфорт в прямой кишке. И вот я обратился в медицинский центр «Медик». И рад тому, что здесь работают хорошие, просто отличные специалисты. Знаете, после родов у меня появилась небольшая проблема. Я стала ощущать боль в заднем проходе. Для осмотра мы используем специальное одноразовое белье. Осмотр будет проходить в комфортных для пациента условиях на левом боку. Осмотр производится с применением специальных обезболивающих мазей. Инструменты все у нас используются одноразовыми. В медике подчеркивают, геморрой – это не стыдно. Он может быть временным явлением и даже практически никак о себе не сообщать. Но если у вас есть следующие признаки, нужно обязательно обратиться к врачу. Выбор методики лечения геморроя – вопрос, в котором нет единства даже в профессиональном сообществе. Пожалуй, подбирать нужны не методику, а специалисты и клинику. Причем критерием должны служить опыт врача и наличие в клинике максимального спектра возможностей. В клинике медик мы можем использовать все способы лечения геморроя, которые на всем моменте существуют. Еще одно преимущество медика в этом смысле – оснащенное по последнему слову техники операционное. И наличие коек в дневном стационаре. Ваше здоровье в ваших руках и руках медика. Ленноны, авиаторы, вайфайеры, стрекозы – каких только очков не придумали на все случаи жизни. Сейчас они не просто корректируют зрение, но и служат отличным аксессуаром. В правильно подобранных очках выглядеть стильно могут как взрослые, так и дети. В каждом салоне первой оптической компании широко представлены оправы для детей и подростков. Есть специальная коллекция, разработанная специально с учетом детского возраста. Например, коллекция «Силикон Бэби Нано». Она изготовлена из прочного и пластичного материала, который позволяет сохранять свою форму, даже если оправу согнуть. Очень важно следить за здоровьем глаз, начиная с детского возраста. Аппаратное лечение – одно из современных и популярных методов профилактики лечения нарушения зрения. Оно применяется как у детей, так и у взрослых. В кабинетах зрительного тренинга первой оптической компании уже не первый год проводится такое лечение. Врачи-офтальмологи могут с уверенностью говорить об эффективности этой методики. У детей аппаратное лечение наиболее эффективно, так как проблемы зрения в детском возрасте в значительной степени связаны с нарушением работы мышц. Аппаратные методики хорошо тренируют работу всех мышц глаза. В наших кабинетах зрительного тренинга мы подбираем лечение для каждого пациента индивидуально, учитывая особенности его зрения. Используем лазер-стимуляцию, электростимуляцию и офтальморелаксаторы. Во время лечения врачи тщательно следят за тем, как занимаются пациенты. Сам процесс безболезненный и частично проходит в игровой форме. А каждому ребенку уделяется столько внимания, сколько необходимо. Все данные обследования до лечения и после окончания курса лечения обязательно фиксируются, что позволяет нам в динамике наблюдать за состоянием здоровья глаз наших пациентов. Почти у всех пролечившихся наблюдается положительная динамика. Эффект лечения напрямую зависит от своевременности обращения. Если родители вовремя заметили у ребенка проблемы со зрением и обратились за лечением, и если лечение начато своевременно, то можно добиться стопроцентного улучшения. Кстати, до 30 июня во всех кабинетах зрительного тренинга первой оптической компании скидка 30% на курс аппаратного лечения. Редактор субтитров А.Семкин